Виктор Дирюжин Виктор Заводчанин – профессиональный повар с 10-летним стажем. В детстве мечтал стать военным, но всегда любил готовить, поэтому уже к 9 классу определился с выбором профессии и по окончании школы выучился на повара. На службе в армии Виктор кормил целую часть – 400 человек. Своими достижениями наш герой считает участие в федеральном проекте «Гастрономическая карта России», победу в конкурсе «Шеф-поваров» на втором фестивале охотничьих традиций 2019 года. Ну а главной заслугой – крепкую и большую семью, прекрасную супругу Кристину и очаровательных детей Варвару, Василису и Захара. Девиз Виктора – жарим, парим, гарнируем, отдаем. Что мы сегодня будем готовить? Сегодня мы будем готовить с вами суп хийси. Почему хийси? Хийси, потому что это финно-угорское блюдо горячее, готовится оно из лося, а лось – это дух леса. С чего начнем? Начнем с нарезки мяса. Нам надо его будет запечь и готовить для нашей похлебки. Витя, ты так бодро говоришь по-карельски или по-фински? По-карельски. Ты где-то занимался или корни? Моя бабушка из села Ведлазера, и еще я учился в финно-угорской школе. Отлично. То есть ты прям по профилю, можно сказать, коренной-карел? Ну, не коренной, там, наполовинку. Ну, сейчас никого нет такого прям чистого-чистого, я думаю. Вообще в твоей семье насколько вот традиции передавались? Ну, бабушка чтила все в традиции, у нас были и ряпушка по-карельски, и рыбники, как бы она передала это маме, мама тоже там что-то готовит. Ну, и я немножко подхватил, вот тоже чему-то. Ну, то есть именно поэтому ты решил специализироваться именно на карельской кухне? Ну, да, судьба так свела меня с карельской кухней. Мы готовы? Готовы. Ну, приступим. Женщинам дозволялось мясо резать? Или будете вы? Ну, давайте я, позвольте мне, я нарежу. Позволяем. А, кстати, что бабушка говорила по поводу того, что мужчина готовит? Потому что в Карелии же именно женщины все время были на кухне. Бабушка была только рада, что я стал поваром, если честно. А так мужчины, ну, мужчины на охоте же тоже готовили, на рыбалке, на охоте, мужчины сами себе готовили. То есть должны были уметь. Да, должны были уметь. А крупное, это вот такими кусочками, да? Да, вот мы такими крупными кусочками. Мы сейчас... А почему? Чтобы мясо не потеряло свой сок, было сочное, нежное. Так как лось, это, как сказать... Лесной жир. Это лесной спортсмен, назовем так. У него очень мало жира, почти его нет. И мясо довольно-таки сухое получается. Поэтому нам нужны большие куски, чтобы сохранить весь сок. Все, мясо готово. Мы его отправляем в духовку. Теперь нам надо будет нарезать картошку. Мы отправим ее вариться. И попутно будем резать лук, помидоры, чеснок. То есть это такая, как уха, только из лося? Это суп, это похлебка. Не уха. Так, давайте вам картошку. Чем получается уха? Давайте. Как надо резать? Режем кубиком. А кубиком это как? Желательно крупным. А кубиком это сначала пополам? Кубиком это на четыре части. Нет? А как? Покажите. О, крупный я люблю. Так, значит, это я забарковала, что ли? Нет, а что с ней можно теперь сделать? Вот так еще раз порезать? Да, вот так. Так. Ну, так быстро у меня не получится. Вы давайте занимайтесь. Ну, только восьмой передаче мы научились резать картошку кубиком. Как здорово. Лук мы тоже режем крупным кубиком. Так же, как картошку? Нет. Тоже нет. Так я же сюрпризна. Прекрасно. Ну, только на порталан. О, красиво же. Кубик. Кубик Рубика. А много таких кубиков надо? Кубиков? Ну, я думаю, наверное, луковицы три. Средних, больших? Каких вот? Это вот сколько у нас кастрюли литров? Короче. Это литров семь. А вообще вот на семь литров в среднем. Ну, вот на семью сколько нужно мяса, сколько нужно? Ну, я вам скажу, что у меня очень большая семья. У меня трое детей, жена. А почему она прилипла? Который есть много. Которого, да. Которого такая кастрюлька очень мало. Почему она прилипла, у меня не получается. О! Так, а я тогда начну с помидоров. А вот столько хватит? Так, еще раз про семью. Про семью? Много едят. Я многодетный отец. У меня трое детей, две дочки, один сын. А готовишь ты? По-карельски, по-карельским традициям, да? Да. Готовлю, ну, когда отдыхаю, если дома, то я... Просят? Нравится, как папа готовит? Ну, они теперь уже сами тоже начинают. У меня старшей дочке 8 лет. И она уже говорит, я буду печь блины. Берет, сама все делает, сама выпекает. Также помогает мне тоже нарезку всякую делать. Или еще? Еще. А тебе вообще нравится дома готовить, когда, мне кажется, настоишься на кухне? Нет? Нет, почему нет. Уже? Уже ничего не хочет. Ну, для себя же, для своих. Для своих любимых. А родителям готовишь? Родителям? Ну, только по праздникам, когда мы собираемся. Вот, например, летом. Ну, да. А так... Ну, дача. Мама иногда звонит, конечно, но... Пришли мне оливье-шечку? Оливье-шечка есть, да? Ну, там, не-не-не-не, она говорит, а как вот это готовить? Ага, вот так-то, так-то. А вообще, как вот родители отнеслись к тому, что ты выбрал профессию повара? Да хорошо, вот... Мальчик и повар. Они сразу подумали, оливье у нас теперь будет, там, тазик, да? Ну, папа, да. У моей... Просто моя бабушка, она была заведующей в столовой. И раньше в детстве меня отдавали просто туда, в столовую. Насмотрелся. Да. Я там... На передачку? Я там в столовой с бабушкой тусил. А что нравилось там кушать в столовой? У меня тоже бабушка в столовой работала, так я помню, такие булочки с маком и с сахарной пудрой. Вот это я запомнила. Не знаю, мне вот нравились всегда котлеты куриные. И у них еще было там мясо по-французски, которое с сырной шапкой курицей. Вот, это просто я обожал. Надо еще картошки? Да, еще картофель. Вообще в твоей семье какие-то карельские блюда готовили? Ну, помимо калиток, наверное, да, в рыбнике. Рыбники. Ну, а что такое посложнее? Ну, не то чтобы посложнее, а какие-то... Ну, раз бабушка в карелка. Ну, она особо там... Не делилась, да? Да. Ну, к ней, ну, как бы... Ну, ряпушка. Делилась, да, но вот она. Есть ряпушка по-карельски, ряпушка жареная там. Там рыбника они делали с щукой, там, либо с ряпушкой тоже. Щука жареная, то есть она так... Хорошо, а как ты это выбрал, вот, именно карельскую кухню? То есть можно было же что-нибудь модненькое, модное? У меня судьба привела. Фьюжн какой-нибудь. Да, модный какой-нибудь фьюжн. О, какая-нибудь молекулярная кухня. К этому надо еще дорасти мне. А ей можно сделать какую-нибудь карельскую молекулярную кухню? Так сядешь и представишь, как красиво. Что значит дорасти? У тебя уже есть достижения, расскажи, поделись. Достижения? Это был фестиваль охотничьих традиций, да, там был конкурс поваров. Я занял первое место среди всех участников. Что готовил? А готовил я похожую похлебку из лосятины. То есть мы практически конкурсное блюдо сегодня делаем. Ну, почти похоже, там было немножко у меня... Некоторые моменты изменены, а так... А вот мне все время интересно, кто в таких конкурсах в жюри сидит? Кто ест это все? Говорит, это да, это первое место. Там были тоже повара, там были шеф-повара. Шеф-повара какие-то местные или приезжие? Местные. Так, если я как... Я уже не помню, кто там был. Давайте это... Что дальше? Все, теперь мы отправляем картошку нашу вариться. А лук и... А лук, помидоры мы сейчас будем обжаривать. О, а вот судя по количеству, это достаточно такая густая, да, будет похлебка? Это прям, да, это будет... То есть это такая, можно прямо так... Поел и в лес. И в лес. И сидишь там. Либо в лесу поесть и домой дойти пока. Отправляем нарезанный картофель вариться в кастрюле с водой. Пока он варится, обжариваем на сковороде лук, чеснок, помидоры. Затем добавляем в эту смесь заранее отваренные мясо лося и грибы. Тушим, перекладываем в кастрюлю с картофелем. Даем немного повариться. Ну что, наш суп готов. Давайте я вас угощу, налью. Сами приготовили. Сами-сами съем. Вы будете, да. Нас угощаем. Витя, скажи, вот все-таки название такое интересное. Что оно означает? В переводе с карельского хиси – это хозяин леса. Дух. Но в финно-угорских рунах есть такая история про небесного зверя, которого звали Хиси. И он был, ну это был лось. И охотника, который все время пытался его догнать. И как бы финно-угорские народы, да, считают, что полярная звезда – это охотник. Млечный путь – это следы от лыж охотника. А большая медведица – это и есть тот самый Хиси. Он же лось. Вот. И он никогда не может его догнать. А рунами ты тоже увлекаешься? Нет, рунами я пока еще не увлекаюсь. Сюда нужна еще сметанка, да? Сметанка и зелень. А, да, может, и зелень. И зелень, зелень мы, да, с вами нарубили. Еще ты говорил, что у тебя дед охотник. Да, вот ты об этом расскажи. Эти истории. Что привозил с охоты? Что готовили? Ой, дедушка привозил много чего. Ну, вот тоже лось. Обычно они привозили, он привозил маме с папой лосячью губу. Говорил, что это деликатес, что это очень вкусно. И вот мама готовила, тоже ее запекала, тушила. И они потом ели. Мне не очень, честно говоря, нравится. Это не мое. Может быть, просто ты тогда маленький был? Ну, да, кстати. Вот, возможно, если бы ты сейчас попробовал. Да, детские вкусы, они немножко другие. Может быть, если сейчас. Надо, кстати, найти лосячью губу, да. Рецепт супа Хиеси. Ингредиенты. Лосятина, лесные грибы, картофель, лук репчатый, помидоры, чеснок, соль и перец, масло сливочное для жарки. Способ приготовления. Картофель нарезаем кубиком, отправляем вариться. На сковороде обжариваем лук. Затем добавляем помидоры и чеснок, а потом белые грибы и кусочки лося. Их мы приготовили заранее. Всю эту обжаренную смесь отправляем в кастрюлю картошки и варим до готовности. Соль и перец добавляем по вкусу. При подаче кладем в каждую тарелку нарубленную свежую зелень и сметану. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы попробовали великолепную похлебку из лосятины. Дары нашего корейского леса – все натуральное. Мы попробовали, нам было вкусно. Рекомендуем и вам. Спасибо, Сури, Виктор. Терви Эксен Винга. И приятного аппетита.